Еще раз добрый день всем присутствующим в зале. И я так понимаю, что нас тоже там и дети слышат, и с ними хочу поздороваться. Мы встречались в последний раз в рабочей обстановке, это было уже месяца три назад. И очень приятно, что сегодня мы имеем возможность, ну это тоже рабочее, я считаю, но тем не менее это поделение такого большого все-таки этапа на вашей, прежде всего, вашей работе. Года полтора примерно назад был открыт основной президентский сайт, взрослый, так скажем. А вот сейчас мы подошли к открытию детского сайта в интернете. Думаю, что это очень полезное дело, во всяком случае, надеюсь на это, посмотрим, как основная наша с вами аудитория на это реагирует. И представляете, что даже сегодня мы сможем первую реакцию получить. Но мне почему-то кажется, что эта работа будет очень полезной, и очень бы хотелось, чтобы она была интересной для детской аудитории. Это вот все, что мне хотелось сказать вначале, и, может быть, или вот так по кругу пойдем, или так, как вам удобнее. Я бы попросил вас тоже высказаться, обменяться впечатлениями о ходе работы и подвести итоги этой совместной нашей деятельности. Что говорить? Конечно, они будут решать, удалась нам работа или не удалась, но большая она была, большая, сложная. Что-то получилось, что-то, наверное, не получилось, и я думаю, что получится в дальнейшем. Он будет расти, как снежный ком, я надеюсь, этот сайт. Крайне мере, мне разработчики обещали, что все, над чем мы с вами сидели, обсуждали, и что еще пока сюда не вошло, оно сюда обязательно войдет. А вот будем ждать реакции. На мой взгляд, это большой успех, то, что сайт выходит в свет. То есть даже сначала были небольшие разногласия по такому нравственному, различному характеру между командой разработчиков и одним из авторов Григория Остром. Мы просто считали, что главный сайт страны не место для вредных советов. И спасибо вам, Владимир Владимирович, что нашли такую возможность найти компромисс, и Григорий написал полезные советы. Я не понял, о чем идет речь. Мы не предлагали вредные советы в сайт ставлю. Такого и не было. Ряд текстов были исправлены. Но, тем не менее, я хотел сказать, что есть еще исторические разделы, из которых, как и зерна, вырос сайт. Для привлечения, для разработки исторических разделов привлекалось большое количество специалистов, историков, лингвистов, медиков. Был разработан специальный шрифт, удобный для просмотра этого сайта. Есть интересный персонаж. В общем, хочется всех поздравить. Всем большое спасибо. Вам, прежде всего, всех поздравить с запуском этого сайта. И будем надеяться, что он будет продолжаться, будет, конечно, развиваться, как он на основе традиционного отечественного такой символики, государственной символики России. Спасибо. У кого есть еще? Ну, я бы сказал, что нам бы, Владимир Владимирович, хотелось бы посчитать вас своим коллегой в работе над сайтом и соавтором. Но не потому, что вы только отвечали на вопросы, многочисленные в анкетах. Нам кажется, что вы серьезно исправили и направили ряд ключевых разделов сайта. В частности, правили тексты Григория. И сайт от этого только выиграл, как нам кажется. Работа стала более взвешенной. В частности, на одной из наших встреч много говорилось в текстах о том, что есть права детей, права граждан, и ничего не говорилось об обязанностях. И если об этом нашла речь, нам кажется, что это очень важно, что это появилось на сайте, но не менее важно, чем то количество графики, анимации, которые присутствуют на сайте, и весело запоминающиеся персонажи. Нам очень приятно, что вы несли такую правку. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, что это было... Положительные положительные. Пожалуйста, Виктор Иванович. Со своей точки зрения хочу сказать, что программа на сайте сделана на самом высоком уровне, поскольку я отвечаю за это в области. Мы попытались его богато наполнить анимацией для того, чтобы детям было интересно. Я думаю, они по достоинству это оценят. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы знакомство школьников начиналось именно с этого сайта, потому что здесь действительно есть что-то посмотреть, и это интересно, красиво. В этом сентябре, наверное, нет. Ну, знакомство с интернетом начиналось именно с этого сайта, потому что сайт действительно того стоит. На этом не такой. Мне тоже кажется, что наш проект, он получился, что его можно назвать удачным, и что большинству ребят, школьников он понравится. И хочу отметить, благодаря чему мы получили такой результат. С самого начала мы придерживались двух стратегических направлений. Во-первых, мы придерживались традиционных нравственных ценностей, простых понятий, как любовь к родине, уважение к близкому и так далее. И, во-вторых, использовали передовые, последние достижения в области матемедийных технологий. И вот, благодаря этому синтезу, мы получили такой довольно интересный сайт, который, в принципе, в интернете ничего подобного не существует на сегодняшний день. Давайте спросим у ребят. У нас есть возможность поговорить, наверное, с ними напрямую из Ярославля. Послушаем их оценки. Это будут первые оценки пользователей этого сайта. Ребята, вы нас слышите, Ярославля? Да. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У вас была возможность познакомиться с этим сайтом? Я так понимаю, что вы уже там немножко побродили по сайте. Да. Какие впечатления у вас? Что вам понравилось, что не понравилось, что понравилось больше, что меньше, почему? И какие есть у вас вопросы к тем, кто этот сайт создавал? Они здесь вот вместе со мной в студии в Кремле. Сайт интересный, красный. Это не здесь. А какие разделы понравились больше всего? Да. А можно, чтобы кто-нибудь ответил один? А, загадки Кремля. Понятно. Река премия еще интересного класса. Вы уже поиграли? какие вопросы есть у вас еще раз думаю что пока нет менялась в зависимости от моего возраста я и летчиком хотел быть много было всяких желаний и все это менялось в зависимости от того как складывалась моя жизнь и с чем я знакомился кстати говоря вот в связи с этим хотел бы сказать что компьютер это конечно очень удобное современное средство массовой информации и им конечно нужно уметь пользоваться и обязательно нужно им пользоваться но все-таки ни один компьютер не заменит хорошую книгу не заменит общение с интересным человеком со сверстником и с более старшими по возрасту людьми поэтому я очень бы хотел чтобы это было для вас компьютер и вот этот сайт которым вы сейчас пользуетесь чтобы это было все таки средством прежде всего средством для того чтобы жить в обществе общаться с людьми заводить друзей помогать им и быть полноценными гражданами нашей страны в первую очередь мне очень приятно вас видеть я хочу задать вопрос не по сайту а просто по личной жизни наоборот вы за сколько лет начал заниматься спортом наверное лет с 12 начал заниматься систематически сначала боксом потом борьбой если по кистике можно воспринимать ваше мнение на сайте некоторые точки зрения не совмали с вашими это как можно воспринимать? ну нормально надо воспринимать не может быть полного единства мнений по всем вопросам у каждого человека есть свое собственное мнение и это вот в сайте кстати говоря вот мне коллега подсказывает слева от меня в сайте это сказано это абсолютно нормально естественно и больше того так и должно быть только так и должно быть и в результате обсуждения разных точек зрения можно найти наиболее оптимальные решения по любому вопросу а вот что вам больше всего понравилось из того что вы успели посмотреть на последний да это информационно хорошо наполненный раздел мне самому было интересно посмотреть это когда коллеги подготовили мне это было интересно потому что в Ярославле есть своя Красная площадь свой Кремль и их площадь и своя то что Кремль стал был окаменный а называется именно Красная площадь вот может поэтому они как бы все полезли на Кремль и Красную площадь и смотрели потому что у меня есть с чем сравнивать а давайте спросим у ребят заглядывали они в главные разделы вопросы про президента президентский урок да да узнали вы есть ли у президента любимчики да 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 вы иснили кто платит президенту зарплату да 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 знали вы есть ли у президента чаши терпения да я надеюсь, что этот сайт будет вам каждый день приносить сюрпризы и вам еще много-много интересного, что предстоит там увидеть да, да, пожалуйста да, конечно я отвечал, конечно, сам и больше того мы с предыдущими здесь коллегами, которые в течение года готовили его и считаю, что подошли к этому очень серьезно, творчески и в спорах многие вещи рождались я принимал тоже участие в этом и мне очень приятно я хочу их поблагодарить сегодня здесь за то, что они учли и мое мнение по некоторым вопросам что касается тех проблем, которые были и вопросов, которые были обращены непосредственно ко мне то, конечно, я на них отвечал сам пожалуйста, погромче говори, пожалуйста Владимир Владимирович мне бы хотелось еще выяснить почему нет такого касательного тела, как ваши спорные годы мне бы очень было бы интересно посмотреть ваши вашу уже они публикованы были в разных местах поэтому если они не появились на сайте то мы не считали, что это первостепенные важности информации нам бы хотелось в начале все-таки в начале пути этого сайта наполнить его содержанием по основным вопросам жизнедеятельности нашего государства по основным проблемам, связанным с устройством нашего государства причем сделать это доходчивым языком для людей вашего возраста и сделать это такими средствами, которые привлекали бы ваше внимание вот если нам это удалось то мы были бы очень рады и хотелось бы услышать ваши оценки как вы считаете, удалось это вызывает интерес то, что интерес вызывает то, что вы видите в разделах по самим названиям раздела вызывает ли интерес и повышается ли этот интерес в зависимости от исполнения как вы оцениваете исполнение вот этих сайтов анимационное исполнение технологическое исполнение спасибо это значит, что можно еще сделать лучше можно работать дальше мы, думаю, поступим правильно если подумаем над тем, чтобы привлекать все больше и больше специалистов, которые работают над этим сайтом и и ученых, историков и представителей других отраслей знания может быть сделать типа совета вот этого детского президентского сайта имея в виду учет и мнение аудитории той аудитории, которая должна пользоваться этой информацией создадим детский президентский совет правильно что что еще раз то не то наверное в этот период времени меня очень редко фотографируют очень хорошо работает президент но тем не менее с периода времени когда работал в органах безопасности таки фотографии есть они тоже были опубликованы но можно разместить их на сайте повторяю я вообще честно говоря не думаю что все что связано с моей личностью должно занимать первое место на этом сайте все таки первое место должно занимать информация связанная с устройством государства с правами и обязанностями наших граждан с вашими правами и обязанностями Цель сайта – помочь молодым гражданам нашей страны разобраться в государственном устройстве России и помочь ориентироваться в жизни, помочь сделать правильный выбор в будущем и в профессии, и в своем позиционировании в обществе. Вот, собственно говоря, основная цель. А не пропаганда личности самого президента. У нас там есть исторические разделы, в которых власть подается как очень ответственный и важный орган управления, и ребенок с властью проходит те решения, стоят перед теми проблемами, которые стояли перед государством, и детям объясняется, что власть решает важные проблемы, и ребенок пытается вместе с властью решить эти проблемы. То есть, для детей помладше они как бы объясняются… Это не как бы… А погружаются, они как бы становятся включенными в этот процесс. То есть, ребенок как бы ставится на место правителя первого века русской истории и принимает решение. То есть, мы доносим, что власть, она действительно все большую ответственность перед народом, за судьбу государства. И действительно, наверное, детей это может многому научить и объяснить устройство государства. Несомненно, научит детей относиться к власти с уважением. Но в сайте, особенно в президентском уроке, еще и есть разделы о том, как бороться с любовью к власти. Это вот тоже очень серьезный вопрос. Ну, нам понравилась идея, я думаю, про такое создание совета, который сейчас вот вы назвали. Вот я думаю, что действительно это случится, да, и будет совет из профессионалов, историков, лингвистов, и будет тогда лучше работать с сайтом. Давайте спросим у аудитории, которая находится сейчас в Ярославе, чего бы вы хотели увидеть на этом сайте дополнительно, кроме того, что там уже есть. У меня есть предложение, у меня есть предложение. Вы, пожалуйста, сформулируйте свои мысли по этому поводу, сформулируйте свои идеи, и мы решим, каким образом они могут быть доведены до тех людей, которые занимаются этим сайтом. Формируют этот сайт, формируют информацию, и эти идеи, безусловно, будут востребованы, и они будут учитываться нами, в том числе и в рамках того совета детского сайта президентского, о котором я только что сказал выше. Будут учитываться нами в будущем в работе над этим сайтом. Таким образом, вы можете стать непосредственными участниками этой совместной работы. Я уверен, что мы эту работу продолжим, она будет продолжаться, и в ближайшее время вы сможете этим воспользоваться. Поблагодарим, наверное, нашу аудиторию в Ярославле. Ребята, спасибо вам большое за участие. Формируйте ваши мысли, ваши предложения, мы их постараемся учесть. Обязательно учтем. Учтем и реализуем. И надеюсь, что вы будете активными пользователями этого сайта. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Я действительно готов к продолжению совместной работы. Мне кажется, чтобы было это интересно и, во всяком случае, очень полезно. Так что при очередном каком-то этапе, когда возникает необходимость моего прямого участия, Пожалуйста, о вашем распоряжении будем встречаться. Спасибо. Спасибо большое. Угорь Негода. Всего хорошего, ребята. До свидания.